эйфория которая спустя несколько минут сменяется болью и гневом и желанием снова и снова испытать те самые ощущения о чем жалеет человек употреблявший наркотики и какова она цена зависимости об этом мы и поговорим в нашем сегодняшнем выпуске наша корла к сресе баллара разында тез таралып жастармыз уланы бжатыр козыр есертки сатан калмыскер катан жаза га тарт лады минус нусом есертки за тарану эндурет на адам дарын жаза сын баранша катай тугарик он ее науру кумыстарга по данным экспертов в казахстане растет синтетическая наркомания на этих кадрах девушка под воздействием синтетического наркотика за последние годы в казахстане наблюдается резкий рост объемов изъятых наркотиков и если в 2018 году правоохранительные органы конфисковали 23 тонны опасных веществ к концу прошлого года эта цифра увеличилась 141 и 1 тонны по данным комитета правовой статистики и специальных учетов генпрокуратуры республики казахстан это максимальный показатель за последние пять лет количество ликвидированных нарко лабораторий также выросло с 68 до 75 только за один год одной из самых серьезных и быстрорастущих проблем является активное распространение синтетических наркотиков среди молодежи за последние несколько лет объем изъятых синтетических веществ таких как соли экстази и канабиноиды вырос в 143 раза 7 из 7 килограммов до 1 и 1 тонны хотя доля синтетических наркотиков в общем объеме конфискованных веществ составила 2 и 7 процента эта цифра не отражает полной картины одна и одна тонна это то что удалось изъять сколько еще синтетики было продано неизвестно особенность торговли этими наркотиками заключается в том что дилеры нацелены на молодежь и активно используют современные технологии мессенджеры криптовалютные кошельки а также интернет-боты для распространения объявлений за прошлый год министерство внутренних дел республики казахстан заблокировала более трех тысяч сайтов и 1 и 3 тысячи интернет-магазинов в телеграм торгующих наркотиками однако как только закрывают одни каналы преступники быстро находят новые способы распространения противодействие наркомании должны эффективно участвовать как было рассказано все госорганы ключевое направление здесь это профилактика лечение и реабилитация наркозависимых в шимкенте работа по борьбе с распространением наркотиков ведется на регулярной основе одной из последних стала акция шимкент город без наркотиков которая объединила около полутора тысячи волонтеров и молодых активистов в ходе мероприятия были уничтожены рекламные объявления наркотиках кроме того в мегаполисе определяются места где наркоторговцы чаще всего прячут свои опасные вещества таким образом будет составлена карта наркотиков ну а целью общегородской акции шимкент город без наркотиков стала призвать горожан здоровому образу жизни и профилактики наркомании сегодня мы проводим большое мероприятие город без наркотиков при содействии акимата большую благодарность акимату они в общей сложности на данное мероприятие выделили порядка полторы тысячи студентов и волонтеров задача сегодняшнего мероприятия обойти все улицы и дворы города не оставив ни один закаток и выявить все рекламы наркотиков вы знаете граффити рекламы которые на стенах гаражей стен везде раз разрисовывают мы будем их выявлять и закрашивать для этого баллончики тоже были у нас выделены вот только доходит это судя по всему не до всех 3 октября правоохранителя задержали на улице торговца наркотиками мужчина нашел работу распространителя через интернет он забирал наркотики из тайников фасовал их на мелкие дозы и самостоятельно передавал покупателям полицейские задержали его с личным во время одной из таких передач при обыске у подозреваемого изъяли 11 свертков с наркотиками а также пластиковое ведро с марихуаной найденное в его квартире общий вес изъятого вещества составил более 200 граммов сейчас подозреваемый находится под стражей ему грозит до 15 лет лишения свободы за сбыт наркотиков о том какова реальная цена зависимости знает евгений малахов сегодня он работает с детьми нередко с трудными подростками их родителями и открыто говорит он бывший наркоман я сам бывший наркоман хотя бы как говорят бывших не бывает и с одной стороны это правильно потому что понимаете что меня привело к наркотикам свое время когда я их начинал употреблять я начал употреблять я не буду говорить что но я начал курить примерно в 11 летнем возрасте мы просто хотели показаться старшими мы хотели показаться взрослее старше мы хотели показать что мы какие-то сильные а потом но все началось вообще-то началось девятилетнего возраста когда попробовали сначала на свай потом попробовали сигареты потом это было следующий этап мое счастье что я не попробовал героин это это честно я не буду говорить откуда это как и мы это брали как мы это доставали мы где-то лазили кусты срубали что-то делали ну как мы мы что-то делали что мне помогло знаете у нас это было так представляете во время в те времена я не буду называть те времена но понятно по возрасту какие были времена то есть от советского союза вы знаете что очень много было разных кружков занимали чем-то детей они были всегда чем-то заняты не было такого давления школьного не было такого сильного буллинга как сегодня это мы умудро мы фактически а еще эти наркотики были труднодоступные они были дорогие это было не каждому по карману мы же вот я вам сейчас могу сказать что его час если крутануть и вы найти пленку назад да мы хотят действительно мы хотели показаться старше в чьих-то глазах даже приходя в школу я помню мы говорили да вот мы такие мы такие герои мы думали это правильно мы думали так круто это сейчас я осознаю что это далеко не грунт это далеко самое одно из самых заблуждающихся мнений самая большая проблема сегодня доступность запрещенных веществ за которые подростки даже толком не понимают чем рассчитываются знаете я общался вот у нас одна девочка была она приходит говорит вот я надеюсь вы хотите вырезайте хотите нет но она мне сказала откуда вы знаете это все про наркотики то что вы нас учите как говорить нет когда подсаживают как вы откуда это все знаете где это прошел она горит а я принимаю мефедрон девочка 14 лет она горит я принимаю мефедрон это не в казахстане это в другой стране ягу и что она горит ягу родители знают да говорит папа знал но разговор вы представляете был в июле месяце и она горит папа знал до декабря она от декабря думает что я не не употребляю пойти да она говорит думает и здесь вы понимаете что она его до сих пор употребляет не задаю ей вопрос а ты до сих пор употребляешь на гряда а если тебя родители не знают где ты берешь деньги но она вы же сказали что если вовремя не остановиться и не приняли и лет не когда начинаешь начинают закладки делать начинают то притягивать в этот бизнес девочек красивых девочкам красивым предлагают оказать интимные услуги она сказала представляете 14-летний ребенок говорит вам в глаза цена моей девственности таблетка мефедрон это уже но когда она рассказала в чем была проблема а проблема то пришла из дома из отношений с семьей у нее вот откуда не была проблема то что ребенок употребляет сейчас и сейчас вот тоже просмотреть проанализировать посмотрите очень многие раньше употребляли наркотики обычно дети из более обеспеченных семей сейчас из-за того что наркотик подешевел очень дешевый стал и он залез туда-сюда и его могут позволить себе все то есть почему очень многие также и богатые употребляют также обеспечены употребляют но многие дети устав от постоянных проблем дома с финансами что постоянно что-то они недополучают и они тоже уходят хотят забыться от этих реальных детьми надо заниматься говорит исходя своего опыта и о том почему подростки уходят в другую реальность сейчас же вот я смотрю на детей до на подростков вы были у нас вы знаете что мы работаем сейчас с детьми давайте так школа школе постоянно давление давление постоянное давление по поводу учебы по поводу беготни за оценками ребенок приходит он слышит давление в этом дома он слышит давление в школе и еще что немаловажно отсутствие абсолютно не то что да давайте не будем говорить бесплатных от доступных по финансам многим семьям разных кружков куда не пойди давайте возьмем теннис теннис один из самых вот здесь парке оба теннисные корты один из самых дорогих видов спорта не будем говорить о гольфе гольф далеко давайте возьмем тот же самый футбол не каждому по карману не каждому по карману продвигать ребенка очень большое давление со стороны родителей почему я так говорю на протяжении четырех лет работы плотно с детьми у нас есть свои психологи мы разговариваем с детьми которые к нам хотят подойти почему они такие закрытые почему там этот они говорят в нас не верят сами родители нас родители давят да в кого ты такой уродился сколько я могу в тебя денег вкладывать буллинг происходит дома и буллинг в школах поменял тоже другое назначение он стал основываться на материальных на материальных ценностях пойти у человека отсутствие перестают человеческие ценности материальные ценности и родители еще это мной а многие же как они же думают что они же хорошо воспитывают они его одевают обувают кормят вы за границу возят и они думают что это правильно да это правильно а время вопрос а когда вы проводили последнее время общаясь с ребенком что-то вместе делать когда и ребенок у него отсутствие вот это у него пустота у него в душе пустота и вот эту пустоту кто заполнит детьми надо заниматься детьми надо заниматься я буду повторять это долго упорно потому что очень многие родители перепутали две простые вещи они обеспечив ребенка заботой то есть у ребенка есть они забыли его воспитать они вроде бы все дали и вот с этими детьми вот когда мы разговариваем вашей мечтой кем вы хотите стать эти дети горят не знаем им 14 15 лет у них у многих нету цели у них у многих нет цели они привыкли к этому и завтра когда будет какая-то проблема у этого ребенка он не умеет ее решать и ему будет больно и когда эта проблема на проблему проблема на проблему на будет накладываться не не дай бог в его жизни найдется такой человек который могут да на год расслабься таблетку даст там или что-то даст вот неизвестно родители я у меня вот ответный вопрос а почему вы своего ребенка не подготовили посмотрите нас у нас сейчас большая проблема у нас то и у вас тоже знаете в чем она начинается также из дома и со школы дети перестали убирать за собой дома кровати полы этот перестали мыть школах перестали устраивать субботники я три дня назад в одном из соседних государств разговаривал с одним директором школы когда она узнала что в моем проекте дети за собой вот у них каждый 6 вы видели да 6 человек свой туалет своя душевая и они за собой это все моет по очереди причем и успешные дети успешных семей и простых семей и они там ведут себя как равны вы понимаете она когда это услышала она говорит мы в школе класс не можем чтоб дети убирали мы мы к хорошо попробуем и кого расти сейчас спустя много лет евгений говорит в той среде все них даже дружба авто время друзей не был такие времена друзей нет вы же вместе как-то ходили общались до этого момента друзья были а потом все я сейчас смотрю на эти я даже не знаю как их назвать вы понятие нету той уже нету дружбы потому что за наркотики очень многие продают семейные ценности ради дозы как грится ради дозы говорят есть такое же выражение ты мать родную продашь но это же правда по словам евгения родители могут легко заметить момент когда ребенок стал не таким как раньше агрессия агрессия это нет агрессии надо всегда можно работать ею можно управлять второе это то что ребенок ничего не хочет делать если он ничего не хочет делать ему только вот этот сидеть в гаджеты и уперши вот тут вот у него есть там свой мир в гаджете то есть вот эти самые вещи очень страшно это и внешность покажет и его жажда каким-то допуску каких-то финансовых вопросов то есть ему нужны больше нужно больше денег и понимаете когда у человека начинается плохо у него опять таки первое это агрессия это стеклянные глаза агрессия вот это все дергание вот это все но знаете в этом как вам сказать я не буду медиков тоже ругать но когда со мной работали со мной работали не медики я на сегодняшний день наркотики не употребляю уже врать не буду но около двадцати двух лет до около двадцати двух лет я вообще к ним не притрагиваешь к алкоголю к сигаретам я не притрагиваюсь уже 17 лет но понимаете это очень тяжело и самое главное медики что могут сделать медики могут максимум прокапать кровь все любая зависимость это болезнь чувств пускай со мной кто-то будет согласен или не согласен медики делают свою часть но это болезнь духовная почему я вам говорю когда пустота вот это чем-то забить надо даже вроде бы чувства бывают разные даже радостные вроде хотел купить холодильник столько копил копил забудем про кредиты до копил копил как раньше до копил накопил привез холодильник надо быть обмыли так и телевизор профиля бывает такое было было сейчас не знаю как мы я говорю видите цели нету очень много потери на много цели это вот это болезнь чувств болезнь вот эта пустота внутри в одной книге написано я не могу говорить не буду говорить какой могу говорить но не когда мы кого-то оттуда выгоняем из души когда мы это все убираем нам надо это место чем-то заполнить если мы не заполним это место пустое освободившееся место нужными правильными вещами это вернется из собой еще семерых злее себя приведет как у нас получается уау пить бросил видели он не пьет не пьет не пьет смотри как сорвался если буду же про путь к ничуть по другому даже цари как сорвался к а у его как понесло потому что он не заполнил ничем и почему я вам говорю чтобы как вы играете бывших наркотик на карманах не бывает так вот это место мы и должны занимать чем-то постоянно мы знаем что это такое и как это страшно потому что всегда поначалете в мозгу это сидит и внутри тоже как только происходит бездействие или там нечего делать сразу же приходят мысли мысли моментально приходит и надо уметь бороться с этими не бороться даже а уметь управлять этими мыслями много чего было на пути евгения за эти годы но есть момент который он обязательно хотел бы вернуть у меня просто мать умерла рано и мать не видела то есть когда я там управлял легкие наркотики она она знала и она ничего не могла сделать она не не ругала быстрее начнешь быстрее сдохнешь это были слова до сих пор помню этот день эти слова как это вот эта сцена у меня до сих пор перед глазами только ради того чтобы попросить у нее прощения в глаза понимаете прийти на могилку и попросить прощение прийти в церковь замолить грехи горят же бог живет внутри нас то есть он он живет в действиях он живет поступках можно старая стоять кричать я верующий я верующий а развернуться делать плохие вещи это я бы хотел все таки в глаза попросить прощение ты дистанет я почему хотел бы это вернуть но то что исправить это конечно да но даже может быть не сколько исправить а сколько вы понимаете даже попросить прощения прошлое нельзя изменить но можно помочь другим не повторить ошибок именно этим и занимается наш герой возвращая себе смысл жизни через помощь другим наркомания среди подростков эта проблема которую невозможно игнорировать каждый должен быть вовлечен и родители и школы и помните всегда можно обратиться за помощью и вовремя сделанный шаг может спасти жизнь вашему ребенку будьте внимательны к своим детям жизнь это самое ценное что у нас есть есть сорткемен кризис бирсенды жюргизмесе ертен дарик теж полу мүмкін а вот 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 вот